Здравствуйте! В эфире программа «Происшествия» в студии Татьяна Гусева и далее о том, что произошло в городе и области сегодня 31 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калачинске у 30-летнего местного жителя обнаружили пакет с двумя килограммами конопли. Со слов всех подозреваемых, запрещенные вещества предназначались для личного потребления. Все задержанные являются наркозависимыми и нигде не работают. За хранение наркотических веществ в крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы. Омские полицейские задержали 20-летнего жителя Кировского округа, который за одни сутки совершил три серьезных преступления – угон, кражу и разбойное нападение. Свой хэт-трик подозреваемый начал, когда находился в гостях у своего знакомого на дне рождения. Когда гости и хозяин дома были уже основательно пьяны, злоумышленник украл ключи от автомобиля Нива, после чего угнал машину. Проехал угонщик недолго. Не справившись с управлением, он врезался в забор частного дома. Скрываясь с места ДТП, Амич похитил из машины магнитолу и куртку. А спустя несколько минут подозреваемый напал с ножом на женщину и забрал сумку. От полиции злоумышленник скрывался несколько дней. Оперативники задержали его в квартире у знакомого. Возбуждены три уголовных дела по статьям «угон», «кража» и «грабеж». Предположительно, за содеянное преступник проведет в колонии не менее 10 лет. Бывшей сотруднице городской администрации, обвиняемой во взятках, удалось избежать наказания. Напомню, 38-летняя женщина была задержана в декабре прошлого года после того, как пообещала одному из амичей устроить в детский сад ребенка за 25 тысяч рублей. Попутно, на встречу с потенциальным заказчиком, сотрудница предлагала и другие услуги. В ходе следствия было установлено, что за год таким образом с доверчивых амичей женщине удалось собрать более 300 тысяч рублей. При этом в действительности, в силу занимаемой должности, подозреваемая не могла исполнить свои обещания. За совершенное преступление экс-чиновнице грозило до 6 лет лишения свободы. Однако суд проявил снисходительность и назначил подозреваемой 1 год обязательных работ. Но и этого наказания осужденной удалось избежать, благодаря тому, что она попала под амнистию. Добавлю, что похищенные средства потерпевшим бывшая чиновница вернула в полном объеме. В Одесском районе домашних животных массово прививают от бешенства. Всему виной дикие лисицы. Зараженные звери стали наведываться в гости к людям. В этом году в трех случаях у четвероногих хищников смертельное заболевание подтвердилось. Житель села Желанное Александр обнаружил труп корсака случайно. О визитах степной лисы к человеку мужчина слышал, но до сих пор сам с четвероногим хищником еще не сталкивался. Я утром вышел, где-то в 11-м часу, привезли мне зерно. Ну, машина разрузилась, я обратил внимание, около будки здесь, где собака. Кто-то лежит. Ну, издалека она, не понял, что. А когда машина ушла, я подошел, оказывается, лежит. Ну, я-то не знал, что это корсак. Обратил внимание, что-то не то. Я потом взял перчатки, правда, был в перчатках, убрал в сторону, здесь бочка рядом была. Я на бочку, ну, как положил сверху, чтобы видно было. И сразу на машину сел, ну, через час там, может, поехал в администрацию. Через час в дом к Александру приехали сотрудники ветеринарной службы. Обработали территорию, поставили собаке вакцину и взяли анализы у погибшего зверя. Опасения сельчанина подтвердились. Врачи констатировали, что животное погибло от бешенства. Животное, если оно является уже больным, как говорится просто, то он не боится ничего, слюночечения, походка шаткая. Ему, как говорится, все ему безразлично, не боится ни людей, ничего. Только единственное, что боится воды. Вот и эти животные больные, они боятся воды. И, ну, с такими животными лучше их не трогать, если особенно раны есть, потому что те заболевания, заражения происходят через слюну. В этом году в деревне Желанное это уже третий и совсем нежеланный случай появления зараженного корсака. Ветеринарные врачи пока тревогу не бьют, но призывают местных жителей ставить прививки своим четвероногим любимцам. За несколько дней работники ветстанции привили от бешенства более 600 кошек и собак. Иссель-Кульские пограничники задержали грузовик с 20 тоннами молдавских яблок. Машина следовала из Казахстана в Омскую область. В ходе проверки было установлено, что фрукты перевозились без санитарного сертификата. Кроме того, молдавские яблоки попадают под временное ограничение на ввоз в Россию. В результате водитель был оштрафован, а груженный яблоками фургон отправлен обратно в соседнюю республику. На сегодня это все. Напомню, выпуски происшествий всегда доступны на сайте 12 канала. Завтра в программе мы подведем итоги недели. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин